Рассмотрим полосу длины не 10 и не 9, а по-настоящему длины маршрутов будет, конечно, огромное количество. А теперь будет такой вопрос. Каждый раз двигаемся либо на единичку, либо на бедность, либо шаг, либо прыжок. Но при этом не ступают на эту точку. То есть весь прыжок. Пожалуйста, сколько штук таких маршрутов существует? Число 110. Как вы их слово нашли? Хотя можно посчитать, а посчитать число Фибоначчи. 15 число Фибоначчи? Ну, во-первых, спасибо, что вы его посчитали. И, кстати, давайте-ка мы быстро посчитаем. 1, 1, 2, 3, это мы все считали, да? 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377. О, вы действительно правильно посчитали. Только это не ответ. 610, это всех людей. А я просил тех, когда вот именно в этом месте прыжок. Да? 168. 168. А это как вы нашли? Первое число 6 умножим на число 8. А что такое число 8? Вся вот на крейсиках число 6 и... Восьмое число Фибоначчи, это сколько? Восьмое число Фибоначчи, это 21. И значит, вы 6 умножили на... Нет. 8 на 22. Шестое число Фибоначчи, это 8. Восемь вы умножили на 21. Отлично. А вот это правильно. Шестое число Фибоначчи, это 8. Здесь у нас в точности 8 способов, 6 клеток. 8 способов, 6 клеток. Теперь смотрим сюда. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь 8 клеток. А восьмое число Фибоначчи 21. 21 способов. Теперь осталось написать 8 умножить на 21. 168. Отлично. Теперь я меняю задачу. И говорю, что меня интересует не произведение 6 числа Фибоначчи на 8 число Фибоначчи, которое здесь написано, да? А меня интересует вот что. Та же самая полоска из 15 клеток. Только на этот раз надо не миновать это поле, а наоборот, обязательно на него наступить. Сюда надо наступить обязательно. Я не знаю, это будет шаг или прыжок, но обязательно сюда надо наступить. И после этого еще 8 клеточек должно быть. То есть маршрут должен начаться в крайней левой точке, закончиться в крайней правой. Где у него там прыжки, где шаги не знаю, но он обязан побывать на седьмой клетке. Сколько таких маршрутов? Так, 29. Ответ не верен. Да, кстати, я думаю, что большинство из вас не поняли, а почему это мы перемножаем. Тогда очень важное правило комбинаторики. Если что-то можно сделать по семью способов, а что-то другое можно сделать любым из 21 способов, то всего способом 8 умножить на 21. Потому что любой из этих вариантов можно скомпоновать с любым из этих. Да, что? Меня интересует не число, а как вы его посчитали? Фи седьмое мокро фи девятое. Фи седьмое мокро фи девятое. Я могу сказать, что до седьмой. До седьмой, да. Нет, это не семь вариантов. Это фи седьмое. Фи седьмое это тринадцать. Фи седьмое равно тринадцать. Это правда. А здесь нужно что сделать? Здесь у нас фи девятое. Правильно. Потому что на самом деле нужно учитывать и начало, и конец маршрута. И таких клеток будет девять. Фи девятое это тридцать четыре. Так, ну что, учимся умножать тридцать четыре на тринадцать. А вы уверены? Народ, пожалуйста, проверяем. Все, все, спасибо, вы правы. Давайте, пожалуйста, проверяем. Тридцать четыре на тринадцать. Так, тридцать четыре на три, я не истусь помню, что это сто два. Тридцать четыре на один еще легче. А ведь правда. Четыреста сорок два. А теперь забавная форма. Если к числу четыреста сорок два прибавить сто пятьдесят восемь, сколько получится? Шестьсот десять. Господа, это не случайно. Помните, что такое было 610? Количество всех людей из самой левой клетки в самую правую, 610. Из них 168 перепрыгиваются, а 442 что? Просто стоят.